ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проигрыш обидно, но надо двигаться дальше и готовиться к ответному матчу в Белграде. Шансы на выход есть. Ждем 23 февраля от Шерифа мужскую игру и победу. Выход Шерифа в 1-8 финала Лиги конференций точно станет отличным подарком на 23 февраля. А пока давайте еще раз вспомним Шериф Партизан, как это было. Сайлент-Хилл по-кишиневски. Вот примерно в таких условиях и будут сегодня играть Шериф и Партизан. Абсолютная тишина. Даже мне здесь сейчас немножко некомфортно. Вон там Роберто Бардин. Наверное, переживает перед своим первым матчем после возвращения в Шериф и в Тирасполь. И, наверное, с ужасом смотрит на эти пустые трибуны. Гарананга, вперед, вон, пошло талант, два новичка, связка. Не при пустых трибунах играет Шериф. Есть вон фанаты. На балконах, правда, но тоже считается. Посещаемость 20 человек этого матча. Помимо журналиста. Остальные фанаты Шериф поддерживали удаленно. У экранов, телевизоров. В том числе и президент Вадим Красносельский. Команда не видит своего болельщика, но уверен, чувствует поддержку каждого из нас. Болеем за наших, за футбол, за спорт без политики. Политика не помешала Шерифу показать хороший футбол. Почти весь первый тайм Максим Коваль скучал в воротах и выходил в поле. А его коллеги по цеху, Поповичу или Попе, как фанаты партизана ласково называют своего голкипера, пришлось попотеть и понервничать. 22-я минута. Одна из атак Шерифа. Заури с фланга навешивает в штрафную прямо в голову Тапсобе. Мяч летит в крестовину. На добивание Атимбен, но бьет в голкипера. Шериф продолжал давить. На последней минуте первого тайма грабари умчали в контратаку и забили. Четвертый гол сербского партизана Гомиша за 7 игр в Лиге конференций. Это воодушевило сербских журналистов и сотрудников грабарей. Вроде домашний матч Шерифа. На бумаге. На деле это реально выездной матч. Вот, пожалуйста, поддержка домашних трибун. Голд сумеск. Второй тайм стартует с потерь в обеих командах. Вуячич грубо играет против новоиспеченного Кэпа Шерифа. Прямой ногой влетает Вамина Талала. Сначала арбитр показывает желтую, а после помощи Вара меняет решение и красное. А Талал игру продолжить не смог. Травма. Под вопросом его участия в ответном матче в Белграде. Я чувствую себя нормально. Это футбол. Травмы случаются. Без этого не обойтись. Пока не знаю, смогу ли я сыграть в Белграде. В Тирасполе доктор посмотрит и скажет. Но я надеюсь, я смогу поехать и помочь команде в Сербии. Второй тайм от первого не отличался. Шериф давил, грабари отбивались. Желто-черные били поворотом в три раза чаще партизана. Но мяч в сетку так и не шел. 0-1. Шериф проигрывает свой первый официальный матч в 2023. Мы провели очень хороший матч. Игра давалась. В первом тайме имели несколько хороших моментов. А после удаления во второй половине мы полностью контролировали игру. Команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч. Соперник приехал в Кишнев защищаться. И им это удалось. Удастся ли грабарям отсидеться дома? Узнаем 23 февраля. А пока у Роберто Бордино меньше недели для работы над ошибками. Узнаем 23 февраля.